Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и «Школы православной психологии». Моя сегодняшняя тема «Зачем православным психология?» Это будет, в отличие от моих других выпусков, чисто теоретическая беседа, целью которой является объяснить православным, которые не понимают, зачем нужна психология, что она действительно может им в чем-то помочь, и именно в чем она может помочь, а в чем не может помочь. И чем она, собственно говоря, является, на мой взгляд. Вообще, все, что я буду говорить, является моим частным мнением. На самом деле, у каждого психолога по любому вопросу может быть свое собственное мнение, отличающееся от мнения всех остальных психологов. И дальше я вам объясню, почему. Начну я с другого. Если вы считаете, что в православии есть все, что нужно для счастья и душевного благополучия человека, то я вас прекрасно понимаю. Если вы считаете, что психология, какая-то там психология не может ничего дать вам еще, мне очень знакомы ваши чувства. Потому что, когда я воцерковился, очень много лет назад, вообще есть разные пути воцерковления. Вот мой путь воцерковления выглядел так, что я с самого начала, с первого дня своей церковной жизни не только стал посещать все богослужения, субботние и воскресные, но и стал очень активно читать святых отцов. И я был просто поражен в самое сердце тем, что я там открыл. Как у человека пишущего, меня, конечно, порадовал слог, порадовало качество текста святых отцов. Даже в переводах. Там, видимо, очень хорошие люди переводили. Грамотные, литературно одаренные. Но больше всего меня, конечно, поразило содержание. Мне показалось, что я нашел все ответы на все вопросы, которые меня очень сильно мучили до вот этого самого моего момента воцерковления, который произошел лет в 27 моих. Меня это настолько поразило, настолько обрадовало. Я был уверен, что я нашел такой прекрасный, бесценный клад, что я, конечно, захотел сразу поделиться с другими людьми. Сделал сайт Иоанн.ру. Из всех многочисленных различных собраний текстов святых отцов он отличался тем, что там были достаточно короткие цитаты по очень узким, конкретным вопросам духовной жизни. Не так, что же, допустим, там любовь и 50 страниц про любовь. А разные, допустим, там 50 вопросов, касающихся любви. И ответы святых отцов на эти вопросы именно в контексте самих вопросов. Потому что ведь текст безотносительно вопроса, он может быть неправильно понят. Он может давать, по сути дела, несколько иную трактовку, чем имел в виду тот человек, который отвечал. Потому что он отвечал на конкретный вопрос. Тогда, еще 20 лет назад, вышли первые книги по моему сайту. Книги «Душевный лекарь». Вот это вот издание однотомное. Восьмитомные издания также. Многие люди знают, потому что оно уже вышло сотнями тысяч экземпляров, сотнями тысяч томов и продолжает выходить. То есть святых отцов я знаю очень хорошо и был абсолютно уверен, что в них есть все. И действительно, конечно, моя жизнь стала гораздо легче, гораздо счастливее. Я понял многие взаимосвязи. То есть, что называется, законы духовной жизни. То есть взаимосвязи между нашими поступками и тем, как мы себя потом чувствуем. Я никак не думал тогда, что я могу открыть что-то еще. Но 14 лет назад начался мой путь психологии. Начался он с того, что я создал сайт «Пережить.ру» для людей, переживших расставание. Я в этот момент сам пережил расставание, безо всякой психологии, чисто по святым отцам, с использованием правильно направленной молитвы. Я пережил очень быстро и легко. Я был уверен, что я знаю все о переживании расставания, могу помочь людям в этом. Я видел в этот момент людей, которых очень тяжело переживали расставание, которые находились на грани суицида. Мне, конечно, захотелось им очень помочь. И очень захотелось им помочь. И когда я создавал этот сайт, я был уверен, что я знаю все, что нужно вкладывать, все смыслы, которые нужно вкладывать в материалы этих сайтов. Но так как я понимал, что не все люди церковные, не все люди благосклонно относятся к священникам и вообще к людям верующим, поэтому я надеялся, что буду эту информацию доносить не только через священников, но и через православных психологов. Я начал брать интервью у православных психологов и священников. И вот в этот же период я впервые услышал о психолога Ирины Карпенко, когда я брал у нее интервью, утверждение о том, что на самом деле многие церковные люди не могут нормального церковица, жить нормальной духовной жизнью, потому что им мешают некие психологические проблемы. В тот момент мне показалось это просто святотатством. Как так какие-то психологические проблемы могут помешать церковным людям быть с Богом и получать всю эту духовную пользу, которую я тогда получал, и мы все с вами получаем. С тех пор прошло много времени, я прошел большой путь узнавания, нового для меня узнавания того, что психология может дать людям. Мое знакомство в психологии началось не с теоретического изучения, не с ИУЗа, в УЗ я окончил потом, а с беседы с психологами-практиками, с беседы чисто на практическом уровне, из которых я узнавал именно то, как ту или иную конкретную проблему человека, то ли кризис какой-то, то ли какая-то внутренняя психологическая проблема, можно разрешить. И благодаря этому постепенно мое мнение изменилось, и я понял, что психолог Ирина Карпенко была совершенно права. Я сделаю небольшое отступление и объясню, что такое, на мой взгляд, психология. Психология, на мой взгляд, не является наукой. Да, там применяются некоторые научные методы к исследованиям. И только. Во всем остальном это собрание человеческого опыта. Многие люди, сотни тысяч человек, искали пути помощи людям в их различных душевных проблемах. В кризисных ситуациях, в хронических, психологических проблемах. И они шли самыми разными путями, накапливали свои собственные представления о том, почему у людей возникают эти проблемы и как им помочь. Все эти пути совершенно разные. То есть на основе своих теоретических и практических изысканий эти люди, эти исследователи создавали свои теории. Вот собранием этих теорий и является психология. Теории эти совершенно разные, взаимопротиворечащие, совершенно разной терминологией. Поэтому, на мой взгляд, это сложно назвать наукой. Ведь наука, по моему представлению, это нечто, что состоит из аксиом, то есть бесспорных вещей, которые лежат в основе всего, и доказанных гипотез, построенных на основе аксиом. В психологии же ничего этого нет. Нет никаких значимых аксиом. Потому что, в большом счете, психология претендует на научность. Она отрицает в своей массе, отрицает духовную сторону человеческой жизни, отрицает существование души, как чего-то такого невидимого, существование Бога и так далее. То есть основы у психологии нет. Нет этих аксиом. И поэтому каждый, кто во что гораст, тот в то и, собственно говоря, в том направлении движется. Я говорю о каких-то основателях психологических направлений. Что же касается конкретных психологов, отдельных современных психологов, которые сейчас работают во всем мире, их путь тоже, путь каждого психолога, тоже совершенно уникальный. При этом образование имеет очень незначительную степень влияния на то, что в итоге психолог представляет собой, и то, чем он может помочь людям. Может быть, 5%. Все остальное человек накапливает на основании своих предрасположенностей, своих собственных особенностей, ну и того, что ему посчастливится встретить те книги, те люди. И в результате получаются совершенно разные психологи, совершенно разные подходы, совершенно разные взгляды. Вот такой вот цветник, где цветут все цветы. Как я иногда говорю, нет психологии, есть психологи. Каждый психолог имеет свое представление о психологии. Как говорят, что у протестантов каждый протестант — это римский папа, в том плане, что он сам себе вероучитель. Также и психологи. Каждый сам себе теоретик и обоснователь своих подходов. Что же при этом ценного психология накопила? И почему она накопила что-то ценное, чего нет в православии? На мой взгляд, я бы так вот постарался максимально кратко и просто объяснить это. Православное учение святых отцов говорит в основном о том, как человеку грешным, испорченным и пороченным исправить себя. При этом в ней очень мало содержится информации о том, как, собственно говоря, человек становится таким вот испорченным, пороченным. Да, есть, конечно, исторический взгляд, что есть было грехопадение, Адама и Евы и так далее, но это немножечко другая ретроспектива. Она, скажем так, довольно все-таки, может быть, и в каком-то смысле глубокая, но не подробная. Психология же глубочайшим образом и подробнейшим изучает именно то, как человек становится вот таким вот порочным на языке православия или больным на языке психологии. То есть, как формируются эти самые душевные проблемы, почему человек в определенных кризисных ситуациях переносит вот их так болезненно. Один человек переносит болезненно, а другой нет. То есть, глубочайшим образом изучено механизм формирования наших душевных несовершенств. Да, они там по-другому называются, да, они не всегда правильно понимаются, но вот эта вот масса опыта изучения происхождения наших пороков и нашей боли, нашего страдания, она действительно колоссальна, и в ней есть очень много правильного, более-менее объективного и поэтому полезного. Потому что, понимая, как формируется наша душевная проблема, мы имеем больше возможности ее разрешить. И в психологии есть такие механизмы разрешения этих проблем, которых в православии нет. Именно механизмы, в основном, основанные на понимании происхождения. То есть, это различная работа с прошлым. В этом нет ничего мистического, эзотерического, греховного. Это просто работа с некими структурами человека, которые сформированы были в прошлом. И через прошлое их зачастую гораздо легче и быстрее можно изменить, чем через настоящее, чем занимается православное учение. Ну, грубо говоря, если человек сидит в яме, вот можно православие представить, как кого-то, кто тащит из этой ямы за руку сверху, а психологию можно представить, как кого-то, кто-то подталкивает снизу. И при объединении этих двух направлений работы над собой можно получить гораздо более лучший результат, чем если использовать только православные учения. Вообще разделение на психологическое и душевное, духовное в человеке, оно условно. Оно обусловлено не тем, что человек реально разделен, а тем, что это две разные дисциплины, два разных, по сути дела, подхода и опыта. Допустим, в православии это называется страстями, в православии есть страсти, а в психологии есть зависимости. Многие зависимости, по сути дела, те же самые страсти. И вот эта вот разделенность, она, естественно, обусловлена как и различным происхождением этих знаний, так, конечно, и некими объективными причинами, мешающими подвижкам православных в сторону психологии, а психологии в сторону православия. В психологии трудно двигаться в сторону православия, потому что психология хочет быть наукой, а значит, ей требуется отрицать все духовное, все божественное. А православные боятся согрешить, боятся себе повредить, и поэтому тоже боятся зачастую изучать эту область. Но тем не менее есть православная психология. Точнее говоря, она не есть, она формируется, она в самом зачатке находится. И если она будет развиваться успешно в будущем, то может произойти преодоление этого разделения в рамках этой самой православной психологии. Ко мне однажды обратилась одна очень юная, лет 22-х матушка, которая закончила психологический вуз с разговорами на тему того, что же такое православная психология. И она к этому относилась несколько скептически. Ей казалось, что это какое-то такое искусственное построение. Вот психология, да, это наука. А православная психология, это непонятно что. Я ей тогда сказал, что, на мой взгляд, наоборот, психология как раз не наука. Вот православная психология, она гораздо более научна. Почему? Потому что понятно, что в православной психологии есть тот самый фундамент, которого не хватает в психологии атеистической. В ней есть объективное, реальное и точное представление о том, что такое человек. То есть есть, во-первых, фундамент, а во-вторых, есть некий скелет. Скелетом являются те самые законы жизни человеческой души, которые мы знаем из Евангелия и Святых Отцов. А психология, она могла бы нарастить мясо на этот скелет и дать гораздо больше, скажем так, силы этому движению человека к совершенству. Ведь, по сути дела, и психология в своих лучших проявлениях, и православие, оно имеет один и тот же вектор движения человека к совершенству. И когда Христос говорил «Будьте совершенны, как я», он не имел в виду какую-то узкую часть человека, он имел в виду человека целиком. Не так, что будьте в духовном совершенны, а в психологическом будьте больны и несчастны. Конечно, нет. Какое там совершенство, если ты имеешь в части своей личности пороки, которые тебя мучают. Пусть даже они не присутствуют в списке грехов, эти пороки. Но судя по боли, которую ты испытываешь, ты сам понимаешь, что это отнюдь не сильная твоя сторона. Это что-то не совсем хорошее, что делает тебя лучше. Но это все разговор о том, что может быть в будущем, о неком идеальном подходе к преодолению душевных проблем человека. Мой же разговор о том, что вы можете получить от психологии уже сейчас. Так вот, вы от психологии можете получить как раз то самое, о чем я тогда услышал впервые от Ирины Карпенко. Вы можете преодолеть некие психологические препятствия, которые мешают вам совершенствоваться в духовном. Вы испытываете затруднения в том, чтобы любить людей. Вы чувствуете в себя враждебность. Вы, по сути дела, ненавидите себя. Вы очень сильно никак не можете смириться. Вы не можете смириться с различными обстоятельствами в своей жизни. Вы несчастны в своей семейной жизни. Сейчас не буду вдаваться, там разные есть проблемы. И вот все вот это может быть преодолено гораздо легче и быстрее, если вы к своей духовной работе над собой, к своей духовной борьбе добавите еще и некоторые важные моменты из психологии. Я в своих ближайших выпусках как раз буду говорить именно об этом. То есть буду говорить уже конкретно о том, какие проблемы и каким образом вы можете решить гораздо лучше и быстрее с помощью психологии. И в конечном итоге совершенствование... Ведь заповедь о совершенстве — это не какая-то одна из многих заповедей. Это, по сути дела, главная заповедь, на мой взгляд. Ведь именно совершенство делает нас наследниками рая. Когда мы говорим «спастись», ну это общее и несколько непонятно, каким образом спастись. Так вот, ответ именно в этом. Спасает наше совершенство. Рай для совершенных. Любовь — это свойство совершенства. Поэтому стоит как минимум узнать, поинтересоваться, чем психология может вам помочь в этом великом, самом главном пути к вашему душевному совершенству. Хотя бы на уровне изучения того, что дают православные психологи, что они говорят. Опять-таки, православные психологи все разные. Но, по крайней мере, если они действительно православные, то они не причинят зла. Вот такая моя вводная беседа. А в следующих выпусках я уже перейду к конкретике, к более практическим и полезным рекомендациям на эту тему.